У нас уже час ночи, сейчас только что позвонил агент и сказал, что они наконец-то оформили все документы. Можно подъехать будет на пирс, документы все забрать, включая наши паспорта, и мы можем до утра стоять. Уже реально, блядь, заебанная, просто конченая мразь. После того, как мы объявили о том, что мы уже готовы выходить, начались все круги ага. То есть все, начиная от агента и заканчивая бывшими капитанами, я уверен, что просто специально ставили палки в колеса, потому что растянули всю процедуру до неимоверности, и с момента нашей отмашки до момента получения документов заняло у нас три недели, три недели на чекаут, с учетом того, что мы еще должны были покинуть страну и улететь на Шри-Ланку. Вдумайтесь, документы получить три недели. Ну что, народ, видите эту папочку? Я вам сейчас все покажу. Но на самом деле здесь все просто. Здесь порт клиренс и все пермиты на выход, крюлист. Просто самый обычный набор документов, которые нужны для того, чтобы мы вышли. Завтра солнце встает, становится светло, и мы отчаливаем. У нас утро. Вот вы сейчас видите, встало солнце, оно еще низкое. У нас идут подготовительные процессы, уже половина команды встала. Мы сейчас будем делать ревизию лодки. То есть вчера уже все подготовили, сейчас просто еще раз одним глазом все посмотрим, и будем выходить с этих прекрасных островов, в кавычках, и идти на Пхукет. Надеюсь, наш тур будет беспроблемный. Ну, посмотрим. Итак, давайте сделаем общий обзор. Чисто моторный отсек, это не моя ответственность. Мне нужен просто отчет по поводу того, что там все хорошо. Приборочка. Приборочка, приборочка. Здесь включено. Так, радио включено. Это включено. Так, елубрик, трекер пишет. Серый, отдай мне нос чуть-чуть вправо, пожалуйста, на старпорт. Так, подруль пошел. Все, окей. Окей, окей. Так, мне нужно лодку развернуть немножечко, вот чтобы мы к той серой жопой стояли. Мы натянуты стоим, и они такие под углом. Так, ну что, отчаливаем. Вот этот тот самый момент. Ну что, Серый, ты доволен? Да, абсолютно доволен. Так вот, мы сейчас выходим. Зад едет. Назад. И вот ты хочешь за вот этими синими, да? Да. Да, отлично. Великолепно. Человек на ручках. Так, а наш выход. Вот там вот находится. Так, вот мы выходим. Холмали. Лодки стоят. Экономят. Здесь у нас непонятно, сколько оборотов на двигателе находится. Сейчас мы запросили бридж, сейчас нам Сережа скажет, что мы там идем. А вот это сбоку дайверские лодки, у них здесь дайв сафари, сюда прямо вывозят из бухты наружу, и они ныряют. Мы проходим, вот здесь есть на карте обозначенные мели. Вот их как раз видно с левой стороны, вот их как раз видно с левой стороны. Сбоку понастроили, какие скворечники. Вот это вот все, холмали. Все уравняем. Вот этот наш холмали, и вот видно вот этот волны. Сейчас, ага, вау, офигенно. Ты со мной? Нет? Нет. Не, 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 вот туда, иди, как вот сейчас идешь. Сиди, где сидишь. Так как у нас из всех приборов работает только мой планшет, остальное работает через жопу. А сверху обороты не показывают, а снизу, короче. Сейчас мы делаем так. Кипара, 700 оборотов, 800 почти. Давай оставим. Принято. Так, ну что, переходим с флая на бридж. Так, управление сюда берем. Так, ну ты наверное выговариваешься. Ох, у нас здесь сейчас жесть. Короче, здесь корпус не герметичный. Здесь когда дожди, где-то вот в стенках собирается вода, и нам ее надо было там периодически откачивать. И вот сейчас мы вышли, она наболталась, и такая тухлая водатка. Уже пооткрывали все, все, что только можно было. Кондиционеры накидывают этот запах откуда-то, блин, изнутри. В общем, блин, жопа, ну с этим никак не побороться, это долгострой. Поэтому, к сожалению, проветривать, только проветривать наше решение. Так, ну все, я заступил на вахту. Сейчас мои два часа на рулежку. Что могу сказать? На этой лодке не работает автопилот, поэтому мы в Допку Кета 1600 миль рулим на руках, нас три человека. Поэтому, в принципе, все в порядке. Вот у нас приборчик. Мой планшет, по которому мы идем. Наш большой прибор не работает. Поэтому приходится рулить. Приходится рулить вот так вот. Что здесь на посту неудобно? Вот смотрите. Я сижу, у меня руль находится на уровне колен. Если я сижу в удобном положении, то вот все, что я вижу. А для того, чтобы видеть что-то лучшее, нужно вот так вот встать и вот так смотреть. То есть, у меня будет вот такая вот ровная осанка за весь переход. Потому что по-другому не получится. Два мотора в одинаковое положение. И просто рули не рулят. Но хорошо, что мы починили гидравлическую машину. Потому что, если бы мы ее не починили, я себе, если честно, не очень представляю, как мы бы вот это вот сейчас все делали. Не, ну понятно, что двумя ручками, то есть, этим бы занимались. Но вы же понимаете, вот это вот в автострах, двумя рукоятками, как на танке ездить. Рулить у нас получается исключительно по моим навигационным приборам. Потому что, вот смотрите, у нас есть здесь компас. Почему-то он, блядь, очень далеко, очень здесь. И вот он вот так вот лежит. Короче, если вы сидите вот здесь, то компас видно приблизительно никак. То есть, вообще никак. Я думаю, что он нам даже в этом случае и не понадобится. Но мы же подготовлены. У нас есть, во-первых, планшет, на котором понятно, куда мы едем. А второе, что я сделал, у меня есть мои часы. На этих часах у меня есть скорость, с которой мы идем и курс. Да, неудобно, но с другой стороны, это ну сильно лучше, чем, блин, без компаса. То есть, нормальная тема. У нас сейчас из серьезных задач нам нужно Сережу, который занимается механическими всеми делами нашей лодки, Стармех, срочно посадить за руль, потому что у нас впереди много по расстоянию. И нужно, чтобы он нормально крутил педали. Поэтому сейчас мы ему дадим вахту на 4 часа днем, потом на 3 часа сразу, как только станет темно-темно. И потом уже перейдем на двухчасовой режим. Просто у нас такой, получается, экспресс-вход в педалирование. Ты, я смотрю, довольный стоит. Я очень довольный. Мы прекрасно вышли. Я в стоге уверенника. Ну так ты же выходил. Ты тут главный. А, я выходил. Ну да. Тогда я прекрасно. Ты тут главный. У тебя тут все основные ужасы манёвров. Вообще, хорошая лодка без дураков. Хорошая в том смысле, что едет, не тонет, мешки работают. Серый у нас пудрил. Какая? Так, у меня смена моя сдана. Вот у нас Сережа сейчас становится на педали. А ты говорил, что ты рыбу хочешь ловить? Ну иди, лови. Нет, я не хочу ловить рыбу. Я хочу, чтобы она ловилась. А, то есть сама не участвует. То есть поймайте мне рыбу красиво. Пойдем, 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 пойдем красиво. Едем, петляем. У нас Сережа сейчас рулит. У него именно офшорного опыта, ну, прямо немного. Поэтому надо ему будет приноровиться к рулежке именно океанической. Хоть сейчас волны большой нет, но на самом деле нет. То есть волна есть где-то около метра с копейками, но она разворачивает лодку, потому что это свел океанический, она мощная. То есть она постоянно жопу заносит, а 80 тонн имеет задержку. И вот Сереже сейчас приходится с этим разбираться. Конечно, ну, ни мне, ни экипаря с этим проблемы нету. То есть мы едем ровно, но тем не менее. Вон, можно посмотреть по следу. В сторону уходит. Ну, я уверен был, что первый день это где-то оно там плюс-минус и будет так. Сейчас у нас вот такая задача. Нужно постирать шмот, потому что уже заносились. Ну, вот и все. Сейчас ждем и все. Вот он, индийский океан, друзья. Смотрите, какой великолепный. Плоский, ровненький. Я такого индийского не видел никогда. Обычно все время, все, что я в индийском был, это когда тебе раздает по полной программе. Пиздень. Такой, что прямо аж уши заворачиваются. Вот это вот я видел индийский океан. А это, ну, прямо великолепие, ровное, красивое, плоское. Смотрите. Ну, мы специально выбирали сезон. То есть мы выбирали месяц, выбирали, когда это перегонять. То есть это все не просто так. Где-то за полгода у нас планировался данный проект. Поэтому то, что сейчас это вот такое, вот такие условия, это не потому, что так повезло. Нет, это не повезло. Это просто мы так сделали. Что, неужели ты будешь ловить рыбу? Нет, я не буду ловить рыбу. Я сделаю все, чтобы что-то ловила рыбу. Или кто-то ловила рыбу. Карась. Итак, у нас рыбалка. Первая, прямо такая мощная. Там метров пятьдесят. Такой огромный воблер. Этот спиннинг, который тоже так умеет. И вот Сережа вяжет еще один. И катушка с воблером таким тоже мощненьким. Вот там вот есть. Четенько, ровненько. Педали никто не трогает. Саму как-то все едет. Камера, камера. Все когда записаны. Как виталии не помогают цепь спал. Может цепь спал. У нас. У нас сейчас Сережа пытается слить эту зловонную воду. Вот там видно, она шкафа шелтая и вонючая. Сейчас это все сольется. Я думаю, что запах пройдет. Ну или хотя бы такое в активной фазе пройдет. Мы, кстати, сейчас идем за скоростью около семи узлов. Слышите этот звук? У нас аварийный стоп-гидравлики. То есть у нас эта штука стала работать прямо плохо. Ну так себе новость. Ну ладно, пока идет, идет. Волны поднялись такие. Сейчас именно поперек стали качать лодку. Сейчас Сережа перегрузит всю систему. И она будет лучше работать. А случилось все. Просто у нас на манометр лопнул. Из него такая со спичку масло течет. И у нас ошибка по аварийному давлению масла в гидросистеме. Вот так вот, чтобы поехали вперед. Так, пока мы рулим просто двигателями. Правый мотор потушен. Пока мы идем только на левом. Вот у нас наш курс. Прикол в том, что у нас на правом моторе заведена гидравлика рулевого управления. Насколько я понял. И сейчас ребята будут с этим что-то делать. Ну, мы пока пойдем только на одном. Что ж. Так, тут мы поехали сильно вправо. Все. Все. Мы на нейтрале. Я положил лодку в дрейф. У нас вон 500 оборотов. Ну, все. Мы стоим. Так, ребята сказали заводиться. Так, все. Двигатель у нас есть. Ну, все. Погнали. Глина курс. Два мотора. Ну, все. Пока так и идем. Держим там чуть меньше тысячи оборотов на обоих моторах. Ну, нормально. Пока так и получается. Вот сейчас мы начали здесь подниматься на портсайд. Поэтому мы сейчас чуть-чуть уменьшим обороты на старборд. И все. И вот сейчас выровняемся. Так, Сережа сказал тушить правый мотор. Тушим. А левый я перевел на нейтралку, чтобы мы просто вот в дрейфе шли вот в том направлении и все. Ждем, что ребята сделают. Так, у нас команда заводить правый мотор. Есть. Правый стартанул. Серый готово. Что дальше? Сказал заводить. Мы завели. Все. Так, ну что. Руль начал вращаться. То есть ребята включили гидромашину. Фух, слава богу. Потому что мне вот эта вот рулежка, которая такая с третчмейстером, с этими ручками. Это просто ужасно. А так у нас сейчас нормально. Рулем. Рулем он все трутит. Все. Отлично получается. Что там случилось? Мы не можем, чтобы нам все легко было. Мы ее два месяца чинили, а сейчас получили прям по лбу. Самое смешное, что нам не хватало, это рулевую машину. А манометр давления масла лопнул. И все масло из бака порядка 200 литров, если не больше. Вытекло. И отказал у нас гидравлика. И рулить мы не рулем, и рычагами. Так, ну и вытекло? Почти все. Послышите. Вот. Но тут как бы непонятно, зачем мы когда-то с Сережей купили в Малия, не знаю, понравились канистры. Четыре 25-литровых канистры гидравлики. Не знали, куда деть, запихали и забыли про нее. Сейчас пригодилось. А еще одна счастливая случайность. Мы тупо нашли новый манометр, похожий. Он нам вообще не нужен, но резьба такая же, хитрая, абсолютно не похожая ни на что. Пробовали нарезать, не нарезается. Пробовали болт закрутить, не закручивается. Все способы испробовали, а потом тупо нашли манометр. Класс. Так, у Серова задача сейчас включить ходовые огни. Это так удобно сделано, да? Ну, все стерто, сейчас прочтем. Да, я включал уже, проверял. Просто сейчас включим, да, пойдем проверим. Бортовой огонь левый. Поверь. Там именно левый и правый отдельно включаются. Да, бортовой огонь. Подожди. Это крайне важная функция. Так, яхорный, кормовой. Яхорный, яхорный. Хотя, яхорный нет, зачем нам яхорный? А пусть светит это все. Нет, да не нужен нам яхорный. Ой, да не надо спорить. Еще есть, все включим. Вот у нас время заката. Посмотрите сюда. И вот сзади у нас тут белье сушится. Красиво. С чаечком. Короче, будем заходить в темноту. А у Сережи будет первая ночная вахта. Ему и так чуть-чуть тяжеловато подташнивает. Потому что он, ну, хоть вроде и море, но все равно какая-то качка есть в любом случае. Пусть и так посмотреть. И она такая очень плавная. И если там в моторном отсеке сидеть, то может и подукачать. Ну, это он разберется. Я думаю, это не проблема. Просто день-два и к качке привыкнет. Потом вообще проблемы не будет. Ну, что, народ, мы вот уже и в ночь заходим. Там у нас уже закат. Такое красивое облако. Вот такие красивые. Очень красивые сейчас. Смотрите, какой великолепный закат. Новый день. И у нас ночь была. Это просто срака какая-то. Пришлось отрулить. Вот я отрулил три вахты подряд. Потому что ребята сидели в моторном отсеке. У нас выключился генератор. Да не поэтому мы сидели. Нам рулить не хотелось. А, твари. Я принял капитанское решение. И смылся в машинное отделение. Короче, вот он принял капитанское решение. И смылся в моторное отделение. Эти твари ленивые. Не хотели даже порулить нормально. Короче, и рулить было сложно. А прикольнее всего рулить было. Потому что, когда у нас выключился генератор. Прикол этой великолепной лодки в том, что, когда у тебя не работает генератор, у тебя не работает рулевая машина. Потому что гидравлическая система на 380 вольт. Но, есть плюс. Вот, если сейчас работает гидравлика, и Сережа там крутит руль, и он работает. Я даже его не кручу. То, когда не работает гидравлика, руль работает. Но ты становишься, сука, очень крепким человеком. Вот такие мышцы. Потому что этот руль... Я думал, что я просто сейчас отломаю ось, на которой он крутится. Но, тем не менее, если очень приноровиться, и рулить очень точно, то можно ехать без гидравлики. Ой, народ, что я нашел. Смотрите. Заходим на кухню. Вот тут прямо срака. Знаете, что случилось? Эти морские холодильники, Marine Great, они... Один из них открылся, и из него выпала кастрюля борща. Шестилитровая. И вся на пол. Ой, блин. Теперь несколько слов относительно качки. Вы уже, наверное, знаете, что волны на камеру не передаются. И вот сейчас у нас... И сейчас у нас волны где-то метра полтора. Но у них длинный период. И они нам идут такие чуть-чуть сбоку. И иногда... Есть еще ветровые волны, потому что это чисто свел. Когда вот, допустим, вот там вот тучи, ты идешь под тучей, и там поднимается еще боковая волна, короткая. И лодку очень сильно раскачивает. И иногда раскачивает лодку поперек очень сильно. То есть я сегодня ночью почти упал с кровати, потому что... Ну, бок чуть не рухнул. В общем, сейчас хоть и ровный сезон, хоть и очень комфортный, ровный океан, но тем не менее, иногда эту лодку может раскачать, ну, очень сильно. Ну, вот. В любом случае, это я уже убрал, вот эта слащатая кастрюля, которая разлилась. А сейчас тут вентилятор, который, блин, красиво стоять не мог. Ладно, все. Здесь, в всяком случае, уже на полуночу не валяется, чисто. А я сейчас делаю чаек и ползу рулить. Вот еще несколько слов о немарин предназначении этой лодки. Ну, не для вшора, смотрите. Заходишь, там вот шкафчики для посуды, ну, для ложек, вилок, они вот так вот открыты все время и периодически там и снизу ящики все время выезжают. И у них нет локера, то есть это просто обычный бытовой ящик, который закрывается. Так, ну, у нас, короче, вот этот злобонный запах ушел. Ну, во всяком случае, может, он и не везде ушел, но вчера вода была выкачана, ребята откачали в эту, которая там папайолом плавала и вроде как бы все окей. То есть еще там что-то плескалось, но здесь сейчас такая температура. Очень жарко и все высыхает моментально. То есть я думаю, что вода просто высохла, которые вот остатки были и, ну, и собственно все. У нас заглох плавой мотор. Та-дам! Так, нейтралочка, идем налево. Я так понимаю, что у нас там какие-то проблемы по топливу. И сейчас ребята пойдут, откачают топливо, потому что мы включили перегонный насос. Как я вам говорил, здесь раз-два основных бака, потом один и два дневных танка. То есть это те, которые в течение дня наливаются и расходуются. Они по тонне. Так вот, мы сейчас, когда включили насос перекачки в эти дейтанки, видимо, с дна попала какая-то вода и, не знаю, какая-то грязь. В общем, правый мотор у нас выключен. Поэтому мы сейчас идем только на левом. Наша скорость 4,5 узла. Ну, и, короче, буду держать вас в курсе происходящего. Ну, вот заглох и левый мотор. Наверное, жидкость в топливе ребята выкачивают. Такая вот у нас мавританская лодка. Сейчас болтаемся. Сейчас скорость упадет вообще до нуля и будет такая качка с боков. Ну, это... Мы к этому готовы. У нас фильтра запасные есть. Я думаю, сейчас все решим. Ну, что, давайте я вам покажу, как выглядит качка, когда нету хода. Да. Да. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! В общем проблема в следующем. Из-за того, что эта лодка долго стояла, там в баках есть огромное количество всякого говна, которое снизу в отстойниках находится. И вот мы идем, это все болтается, поднимается, забиты фильтры на двигателях. И вот, собственно, что мы делаем, это сейчас ребята сливают часть солярки в бочки. Есть специальный билдж для нефтяных продуктов. И меняем фильтры, будем опять пытаться заводить и идти дальше. Я думаю, что эта процедура недолгая, еще минут 10 и все. Так, ну вот ребята, сейчас мне опять подняли генератор, он выключился и не загорается панель, сама приборная. Но, как бы, надо с этим что-то делать, потому что нам еще идти неделю, и нужно, чтобы у нас все-таки генератор запустился. Если у нас с системами комфорта, такими как там кондиционеры, ну и хер на них, хоть будет, конечно, и супер некомфортно, и жарко, и все, но с этим можно еще как-то жить. А вот с тем, что у нас с рулежкой будет большая сложность, вот с этим очень большая проблема. Сейчас стало чуть-чуть проще рулить, потому что, вот видите, облака такие кучевые, можно выбирать какой-то себе объект и на него делать рулежку. То есть наша рулежка сейчас на вот это вот облака. И потом, когда мы его проходим, меняем на следующее, следующее. И так у нас постоянно избираются какие-то новые объекты. А рулить несложно, просто так чуть-чуть левее, чуть-чуть правее. Иногда лодку, ну, прямо сильно заворачивает, и тогда, конечно, приходится быстро отруливать. Но здесь быстрой рулежки достигнуть невозможно, потому что лодка весит 80 тонн. Так, сейчас мы будем перекачивать в баки. Вот там спереди облачко. Оно на камере выглядит, ну, прямо лайт, а так оно в жизни чуть-чуть побольше и чуть-чуть поплотнее. Так вот, нам нужно сейчас остановить двигатели до облака, потому что под облаком будет поддувать, и будет немножко больше волна. А в трейфе лежать, когда волна больше, это явно хуже. Поэтому я сейчас жду от ребят команду, чтобы потушить моторы. Ну, мы только часть мотора. Принято, вырубаю. Принято, вырубаю. сейчас индикатор положено, перекачка идет в бак, да? Ну, да, но нет, у нас же не работает пока зомица. Мы только так проверить будем. А это подача отсюда. Дизеля в перекачивающий бак. У нас тут тепленько в машинном, смотрите. Все работает, тарактит, нагревается. Серега идет к тебе, а мне показывает индикатор, полный бак, смотри. Все понял. Четвертый не показывает, только третий. Понял. Ну, вот, оказывается, у нас не работал бак, а просто он был пустой. Ну, на самом деле, там была треть, а потом он резко раз и отключился. Его подергали, он включился и потом опять отключился. Поэтому понять, что он пустой или полный, ну, на самом деле, достаточно загадкий. Я тебя принял, хорошо, давай. Здравствуйте. Яхтинг на Мальдивах. На супер яхте. На супер яхте причем, да. Вступайте. Клуб любителей яхтинга. Красиво было, да? Да. Мальдивский яхтинг. Проверяем. Дай маленький фонарик, пожалуйста. Да. Стоярки больше, чем всего остального. Нет, там не сухо, Сереж. Не, ну не сухо, но все равно мало. Кобочка есть. Запустился опять. Все работает, работает. Проблема была в том, что от вибрации раскрутился болт, который измеряет чистоту. То есть у нас было около 25 Гц на генераторе, и он скидывал по ошибке в чистоте. А сейчас мы накрутили. Это прибор, он показывает 50 Гц. Я думаю, что это решение этой проблемы будет. Во всяком случае, и на сейчас. Короче, из-за плохого качества топлива у нас в генераторе забился топливный фильтр. И когда, чтобы генератору поднять чистоту, ему нужно добавить обороты. Так вот, он эти обороты пытается добавить, а ему не хватает топлива. И он выключается по under frequency. Короче, эта проблема была просто с загрязненным фильтром. Поменяли топливный фильтр, мы их закупили много. И теперь у нас генератор работает. А в таком случае, мы решили ту проблему, которая здесь и сейчас. Ну что, а сейчас мы готовы запускаться. Короче, вся эта процедура у нас заняла ровно один час. Отловом той воды, о которой я с утра говорил, которая не очень. А я сейчас ползу на флай. Лодка куда-то едет самостоятельно. Нам надо вот к тому облаку. Срочно. 80 тонн это вам все-таки. Ни маленькая моторочка, ни тузик развернуть. Ну, у меня сейчас вахта, я переполз на флай. Отсюда рулить мне нравится намного больше. Мы идем на край вот этих вот облаков. Что, народ, у нас такое вот великолепное утро. Посмотрите, какой восход. Я пока бегал за камерой, пока бегал за камерой, немножко сбился курс, потому что автопилот это я. Так вот, мы сейчас подворачиваем и будем идти прямиком на солнце. Короче, сейчас такой сильный заеб рулить. Смотрите, я сейчас попробую вам объяснить. Вот идут волны, вот они идут вот отсюда. То есть, вот их направление движения. И вот такие волны, вроде небольшие, но они заносят в жопу нашей лодки вот в эту сторону. А с этой стороны идет большой свел такой. И он делает то же самое, только в обратную сторону. Поэтому получается, что лодка вот идет сюда, потом сюда, потом сюда. Она абсолютно не держит курс. И это, ну, очень тяжело рулить. Обычно все-таки там чуть-чуть левее, чуть-чуть правее. Но это связано с тем, что вот там вот находится Шри-Ланка. И вот здесь течение обходит вокруг Шри-Ланки. И нам нужно пройти чуть-чуть вот наверх Шри-Ланки, на север. И повернуть на Пхукет. Тогда мы будем идти уже вне течения. И никакого внешнего эффекта влиять не будет. Так, у нас температура растет уже под сотку. Что-то случилось с двигателем. Так, двигатель потушили. Я буду идти на одном. Давайте. Вот такая вот у нас яхтинг-ху-яхтинг. Ну что, ты в беленьком? Давай переодевайся. А я в беленьком. А ты знаешь, где у нас машинное отделение? Где-то метров 20 сзади, да? Ну, под капотом спереди, там, наверное. Сейчас пойдем посмотрим. Мы же не знаем, где машинное отделение. Давай в белом. У нас все когда записаны, я тебя видел. Больше не показывай. Давай, раздевайся, одевай все черное, как обычно, и лезь в нору. Да, он у нас еще прямо перед нами рыбак. А, вот, вижу. И вот мы, как только сейчас остановились, чтобы проверить, что у нас там с импеллером, к нам едет сразу рыбачок, который вот тут сзади был. Я такое тоже не люблю. Но здесь, как бы, я так понимаю, что обстановка была такая, что он едет нас спросить. Короче, рыбачки проехали, спросили, все ли у нас хорошо. Я им помакал кое-что, да, все у нас в порядке. В общем, и уехали, развернулись. Поэтому молодцы, что сказать. Первое, которое проще, в 90% слышим, исполняется, это зазор забора воды внешней. Либо импеллер. Второе, которое похуже, блядь, и непонятно, что будет с ней делать, это помпа. Ну, в общем, непонятно. У нас он пока даже не заводится. Я думаю, что перегрев идет, поэтому он не дает запустить. Так, ну что, пробуем. Ну, уже ниже 90. Так, все, поехали. Оп, запустил. Народ, проверяйте импеллер, пожалуйста, пока работает. Проверяем, не пьется. Ну, вот вам и тогда решение, я глушу. Давай, глушу, да, я об этом оговорил. Ну, сдох импеллер у двигателя, у левого. Сейчас ребята будут менять там. Это наш импеллер. Ну, это понятно, объект не улучшить все. Семь лопастей импеллера. Вот таких вот. Найдено пять. Две штуки где-то перед теплообменником в водозаборнике. Решение. Запускаем двигатель без водозаборника. Вылетят? Зашибись. Нет, будем идти с русской рулеткой. Видим. Вот таких двух, блин, кракозябр. Чтобы вы понимали, когда я говорил, что у нас скорость 5,1, а до этого мы шли 6,7, это не просто так. Всего лишь здесь встречное течение 1,8, 1,7, там 1,5 узлов. И мы против них подбирались. А сейчас, так как у нас импеллер сломался, мы стоим его на ходу, перебираем, то вот мы уезжаем назад с этой скоростью. То есть мы уже где-то уехали и будем час компенсировать наш возврат в обратную сторону. То есть у нас, даже если мы три часа чинились, плюс час четыре, у нас получится. Ох, жопа, средняя скорость меньше четырех. При нашем скорости 6,7. То есть я очень недоволен, что мы каждый день чинимся по 3-4 часа. Это просто какой-то пиздец. Если готов, запускает. Да, я готов, запускаю. Ну что, кипара? Секунду. Мы сейчас хотим промыть все, что идет после импеллера и... Грустные. Давай я газану на нейтралке. Грустные. Отлично. Все, мы готовы, второй. Шупер. Теперь глупим. То есть все окей, все две лопасти вышли? Нет, я не снилал. Это заборик, когда залил вышел от машины. Мы поменяли полпе, это две минуты. Наверное, сейчас скажут свой вердикт, потому что мы так хорошенечко просрали его. Заводи. Хорошо, я запускаю и еду. Да, запускаемся и едем. Принято. Так, ну что ж, запускаемся. Принято. Ну, у меня, как обычно, fuel level warning. Сейчас, секунду, идем. Fuel pressure, fuel pressure. Все видишь, что это мы видим, мы будем делать до конца. Хочу вам показать, ну, душераздирающую историю. Полезли мы посмотреть, что же у нас с радарфидбэком. Может быть, у нас просто радарфидбэк отвалился, поэтому не работает автопилот. Но все оказалось сильно страшнее. Вот это реймариновский автопилот. Он датчик пера руля, радарфидбэк. Он идет наверх, на флайбридж. Но, посмотрите внимательно. И вопрос, почему данное перо руля даже немножечко не крутится, если учесть то, что мы идем постоянно. Мы же не идем на ровных. Там же рули рулят. Мамочки, вот это вот лучше не трогать. Это, я так понимаю, тяги вот эти, которые идут туда-сюда. Ладно, смотрите. А с этой стороны радарфидбэк, который идет в кабину, не работает. Но вот этот радар, он работает. У него есть даже вот такая вот шкала, по которой можно понять, он, видите, он поехал. Так вот, смотрите, все очень просто. У нас работает только вот этот радар. То есть вот только это перо руля у нас работает. И гидравный катан. Так, давай я подскажу. У нас здесь гидроцилиндротрапеция, здесь тяга. Вот она отломана. А, я вижу, да. То есть здесь не гидроцилиндр. То есть просто сломанная тяга. Она, кстати, не сломанная. Я думаю, что ее просто разобрать. И народ на этой лодке ходил. Это явно не свежая фигня. Ну ладно, мы с одним радаром идем. Нам единственное, что это немножечко тяжело рулить этой лодкой, когда вот там с волны на волну, с волны на волну. Потому что у нас получается один мотор и один радар постоянно толкает нас ровно. А второй борется с вот этим вот паразитным движением вперед. Если так можно сказать. Ой. Ну, я надеюсь, мы дотащим этот корч. Ладно. На самом деле, все не так печально. У нас есть один радар, который эту лодку все-таки как-то управляет. И мы уже прошли 500 миль до Шри-Ланки. Нам осталось 1100. То есть, в принципе, еще два раза по столько же. Если мы столько прошли, скорее всего, еще два раза по столько же в теории должны пройти. Если нам ничего другого не помешает. А пока полюбуйтесь на красоту. Мы сейчас расходимся с ребятами. Так, ну что, запускаемся. Пробуем, во всяком случае. Так, ну что, правый. Вот типа эти, бактериозы. Так, у нас сейчас задача. Мы будем проверять прогноз погоды. Для этих целей у нас есть вот такая штука. Иридиум Го Экзек. Хоба. Хоба. Так, глобус коннект. Ждем. Потом нам нужно будет приложуха в телефоне. Предикт винт. Так, все. Вот он подключился к коннект. Полное палочки и покрытие. Так, ну все. Здесь у нас больше ничего не надо. Теперь мы идем в телефоне предикт винт. Нам нужна вот где-то вот так. Я думаю больше даже вот так. Даже может быть вот так. И говорим получить. Так, вот первая погода уже получена. Сейчас еще получит вторую. И все, будем смотреть. Так, здесь все. Нам больше ничего не нужно. Интернет нам больше не нужен. Залазим в интернет. Дисконнект. Все. Оно задисконнектилось. Теперь все, что нужно, это просто его выключить. Выключается он вот так. Все. Больше нам ничего не нужно. Так, ну и вот теперь смотрим погоду. На сейчас здесь будет у нас легкий ветерочек. Вот он сейчас соответствует тому, что есть. Так, и идем. Горо отключился. Ну, в принципе, так, облака, ветер. Так, что у нас здесь? Ветер. Ну и так у нас тут ветра нет. Нас в данном случае интересуют волны. А те волны, которые у нас тут намечаются, 1,2 метра с периодом 9,9. Раньше было 1,2 метра с периодом 12,4. То есть, выйдет немножечко больше роли. Но это все равно, это очень маленькие волны. Но напоминаю вам, что мы вот стоим сейчас. И нас вот так вот болтает. Потому что мы еще продолжаем заниматься топливом. У нас все-таки починить не получилось. Ребята еще раз делают, выкачивают грязное топливо. И мы стоим в дрейфе. Ну, пока светло, нормально. А вот как стемнеет, лучше уже, конечно, идти. Потому что, ай-яй-яй, как это будет неприятно стоять, когда потемнеет. Вы опять готовы запускаться. За приборами. Сережа, Сережа, ты на связи? Заводи. Запускаю правый. Так, запустился. Работает. Сейчас, подожди, пускай чуть-чуть поработает. Я второй запущу. Подожди, сейчас, пускай чуть-чуть поработает. Хорошо. Теперь левый. Давай. Так, ну, как-то запустился. Работает. Ну что, я могу попробовать начинать движение. Легли на курс. Вот идем на то маленькое облачко. Чуть-чуть левее. Ну, в общем, сейчас будем смотреть, что у нас будет с двигателями, с оборотами. Пока вот идем, как идем. Очень нервная эта история, конечно, с топливом. Потому что баки грязные. И их помыть там, на Мальдивах, я сегодня даже не представляю, как это было делать. Ну, вроде оттуда все слили. Но, вы видите, лодку болтает. И оно опять набирает в себе это говно. Я решил идти на Флайбридж. Мне кажется, что отсюда управлять будет просто великолепно. У нас закат, чтобы вы понимали. Смотрите, как красиво. Ночная вахта сейчас, 2 часа ночи. И у нас выключились ходовые огни. Ну, так как здесь в океане лодок особенно нет. И ничего, конечно же, страшного в этом нет. Но, помните, я сегодня тыкал этот дурацкий прибор. Его там с третьего пинка Сережа как-то включил. Ну, в общем, надо будет сейчас его опять потыкать. Ну, сейчас этим заниматься никто, естественно, не будет. Потому что лодка должна рулиться. А все остальные спят. Поэтому сейчас Сережа, когда проснется на свою вахту, я попрошу его потыкать еще раз в прибор. Ну что, доброе утро всем. У нас очередной день. Расход солнца. Идем прямо на солнце. А еще случилась маленькая техническая неприятность. Вы знаете, что на этой лодке слива напрямую за борт нет. И все души сливаются в черный танк. Так вот, я сейчас заметил, что в душе не смывается вода. А это значит, что бак у нас переполнен. А если мы вспомним, что раньше у нас за счет того, что в лодке куча течей, залило мотор слива говна, и он у нас больше не работает, это значит всего лишь одно, что у нас проблема. Надо будет сейчас каким-то образом откачать говнотанк наружу. Ну, хотя бы, не знаю, литров там 300-500. Потому что, ну, чтобы нам хватило хотя бы на переход. Посмотрите, какой у нас индийско-океанический великолепнейший закат. Какие-то дурацкие рыбаки решили на перерез пройти. Короче, я смотрю, эти дурацкие рыбаки просто едут к нам в борт. Еще такие именно специально подруливают. Может, думали пройти у нас перед носом, потому что в тайе это у них считается на удачу. А здесь они просто едут в бок, а потом такой в самый последний момент такой раз, едут сзади и машут руками. Я так понимаю, что просто им было интересно посмотреть, но рыбаки таким грешат. И это, если честно, очень сильно бесит. Потому что, ну, кто знает, что это за люди, что от них ожидать. Вот на тебя летит такая лодка. Ну, ладно, здесь Шри-Ланка, здесь, в принципе, рядом территориальные воды. Если что, то им будет ай-яй-яй. А если где-то это в середине моря, такое корыто подъезжает к тебе, ну, это ничего хорошего. Не то чтобы не стоит ждать, но всегда такое, блин, прямо вот такое окей. А вот так вот окей, но волнуюсь. А еще ночью у нас выключился генератор. Его запустили из канистры опять, потому что на подачу топлива шланг чем-то забит. И он просто нету топлива. И он работал, работал и выключился. А сейчас Сережа дорулит свою вахту и полезет в нору горлума для того, чтобы сидеть и разбираться с генератором, с подачей топлива. Там у нас есть сейчас лодочка. Наверное, будет плохо видно. Но она вот прямо перед нами. Давайте сейчас зайдем, посмотрим, что у нас там с ней. Так, что у нас... Ой, у нас СПИ 500 метров. СПИ 32 минуты. Ну, короче, надо туда направо подвернуть, чтобы мы с ней разошлись. И у нас был хотя бы там 1 миль СПИ, потому что 500... Это сейчас 500, а как подойдем ближе, так будет совсем что-то другое. Моторвесел Альфунтас. Моторвесел Альфунтас. Это моторвесел. Антон, коль. Смотрите, пожалуйста. Поехали. Поехали, Альфунтас. Смотрите, как я. Это правильно. Да, да. Мы просто на портной стороне. Смотрите, как вы. Поехали. 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 Это судно, с которым мы сейчас расходились. Поехали. 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 Рано это не звучало. И вот этот нефтун электро, который делает непонятно что, тоже не работает. То есть сейчас пошли смотреть, что же у нас там отвалилось из 24-вольтовой сети и почему. Ну, пока ни на что не влияет. То есть едем как едем. Ну, просто надо это поднять, потому что по топливу нам как минимум нужно понимать, сколько у нас чего осталось и в каком баке. Этот писк говорит о том, что поднялась 24-вольтовая сеть. Так, вот мы сейчас легли на наш курс. Это курс, который идет на Андаманские острова. Через них мы проходим на Пхукет. Но я вам курс не просто так показал. Смотрите, помните эту грозу? Вот, она находится у нас сейчас слева. И мы специально ушли, повернули нас по старборд. Я хотел немного зайти более севернее, чтобы уйти от течения. Ну, а так мы пройдем мимо грозы. Пока мы идем нашим курсом, а потом чуть-чуть сделаем коррекцию, уйдем налево и от течения будем уходить немножечко попозже. Главное сейчас, ну, через дожди не идти. То есть, вот так вот будем петлять, ходить. Я не помню, рассказывал я вам или нет, но у нас здесь большой холдинг-танк, там, ну, на много тонн. И мы думали, что нам его хватит, потому что он у нас был пустой, мы в него наливали воды. И вот пришло время, когда его опять надо откачивать. И если в тот раз, когда мы его сливали, у нас не было никаких проблем, потому что у нас работал большой насос огромный, то после того, как туда залило воды какой-то вообще непонятной из-за дождей, и там было вообще чуть ли не по пояс в этом локере, насос умер. И, естественно, сейчас мы идем, у нас крен идет на правый борт, а радар у нас работает только левый, поэтому мне нужно сделать так, чтобы было более эффективно, чтобы мы подгрузили левый борт. И сейчас стоит задача опустошить говнотанк, но говнотанк это, оно звучит как говнотанк, на самом деле, каках там совсем чуть-чуть, там просто обычная вода, то есть больше воды и вода из души, ну, в общем, ничего страшного. Вот эта вот дырочка, это просто слив, куда воскнули пару метров в глубину, вот вы видите, фланец откручен, такой шланг, насосик, который качает за борт. Ну что, идемте теперь, посмотрим, как оно льется с борта. Вот такими у вас способами из говна и палок буквально у нас идет решение наших текущих проблем. Такая трубочка, одна маленькая. Такс, производительность помпы этой у нас где-то около 30 литров в минуту, то есть 10 минут 300 литров, где-то, наверное, полчаса, там, ближе к тоне, то есть где-то час, может быть, даже полтора мы будем вот так вот сливать, и вот у нас такое на полтора часа, я думаю, что двух тонн слить хватит для того, чтобы убрать вот этот крем. Это прямая дорога, вот видите, пунктирчик и зелененький, это то, куда мы идем, стиринг. Мы легли прямым курсом на Андаманы, где-то в 50 милях снизу заканчивается течение, и вот мы сейчас идем, вот вы видите, наша скорость, нас уже ничего не останавливает, то есть вот такое будет у нас и дальше, и мы будем идти прямо на Андаманы, и потом повернем на Пхукет. К нам дельфины пришли. Это мелкие такие щенки-дельфины. У нас опять пропало 24-х вольтовое питание. Вот это вот ужасный девайс, который называется Нептун Электро, кричит о том, что у него опять куча ошибок, и он про эти ошибки пищит после каждого включения, причем, что он за ошибки, там такая абра-кадабра. Короче, мне сейчас нужно позвонить в Марину на Пхукете, и договориться о том, что мы поставили лодку, но сегодня у нас первое число, нет? Да, ну где-то в каких-то странах, и сменился новый месяц, и он пишет, что только emergency call allowed, то есть мы без связи, бляха-муха, без связи, иридиум в этом плане. Hello, good morning, do you speak English? Hello, do you speak English? Похоже, тайка по-английски не говорит, вот это бляха-муха радость какая, или плохая такая связь, или просто такая плохая связь, что вообще без вариантов. Ну, я слышу хорошо, очень... Я даже слышу. We would like to book a birth for our boat after tomorrow. Очень плохая связь вообще. Ну, как я слышу хорошо, так вообще, как будто она меня не слышит. Пожалуйста, отправьте все документы, а можете сказать ваш e-mail, а можете продиктовать ваш номер телефона. Причем она настолько плохо говорит по-английски, что она просто не в состоянии записать e-mail. То есть я не знаю, зачем они это спрашивают. Я понимаю, что это нужно для регистрации, но если ты не в состоянии записать e-mail, наверное, его не надо спрашивать. Ну, в общем, странно это немножко звучит. Попросили отправить им все документы, сейчас им пришлем и сделаем booking. Доброе утро, народ. У нас утро очередного дня. До Кукета осталось 96 миль, то есть завтра с утра мы придем. Сейчас я иду выкачать прогноз погоды. Вот спрашивается, нафига качать прогноз погоды, когда осталось там меньше дня. А прикол в том, что эта лодка очень сложно управляется, так как у нее всего один радар. И, ну как, когда нормальная погода, все окей, а когда раздувает там узлов до 20, может даже чуть больше, она, конечно, по волне уже начинает управляться весьма плохо и совершенно не держит курс. Так вот, я хочу скачать прогноз погоды, чтобы посмотреть, что нас ждет, потому что вроде как перед Кукетом обещают еще одну раздачу пендуля, поэтому посмотрим сейчас, что оно там происходит. Короче, наш Iridium Go EXEC запускается. Вон идет процесс выкачки. Хотите, я вам покажу, как работает Iridium Go сейчас. Вы открываете антенну и ждете какое-то время. Ему нужно немножечко времени для того, чтобы запуститься. У нас зелененькое и дальше, дальше, дальше будет чуть-чуть желтенькое. Ну, короче, будет у нас увеличение и будет опять неудобно рулить. У нас первая рыба за весь переход. Ой, маки-маки, что ли? Ой, красавица. Это какой-то щенок маки-маки, она по размеру. Ну, будет у нас сегодня уже ныркнуть. Хват. Что у нас случилось? Нурла помпа, перегрелась. А что мы сейчас делаем? Будем помпу с нерабочего генератора ставить на работе. Заменили помпу, включили гидравлическую систему. Теперь руль можно повернуть даже одной рукой. Стоило мне сесть, зайти на вахту, а Сереже сдать свою. Нарулился, доволен. А, просто лаки-мен сегодня. Вот и все. Так как наша маки-маки оказалась маленькой, из нее получилось вот такое вот сашими. Очень вкусная рыба. Но из нее больше ничего не приготовить, поэтому будет съедено сырой. Вот пока у меня вахта. Сережа там занимается своими важными делами. Вот что значит вахтовик-затейник. Один рулит, второй организовывает все сопутствующие процессы. Вот сейчас он тут немножко лодку приведет в порядок, чтобы наш бомжатник не заходил некрасивый. А с этой стороны у нас великолепнейший рассвет. Посмотрите, как красиво, а? Все, поверь. Только не навернись оттуда. Так, все, у нас на мачте флажок висит. Желтый. Оформляться идем. Время пришло. Так, мы сейчас стали просто в дрейф, потому что вы знаете, что у нас не работает якорная лебедка. И бросать якорь мы не можем. Вернее, как мы его бросить можем, мы его потом вытащить не сможем. Поэтому мы просто стали в дрейф, зашли вот за островок. Там находятся челонг и челонг пирс. К нему мы должны будем пойти, когда будет часов 8, потому что раньше нет смысла. И высокая вода будет в 8.30. Поэтому мы пока... Вот сейчас у нас пока 7. И где-то, я думаю, к 8 мы пойдем, чтобы уже на высокой воде. Потому что у нас осадка 3 метра, а глубина 2,5 возле пирса. Вот он якоринг возле челонг пирса. И вот там вот синее здание, синяя крыша. Это как раз то, куда мне нужно сейчас попасть. Для того, чтобы оформить чекин. Вот он наш челонгушка. Лезем по длине, у нас не такая длинная лодка. Мы не долезем. Мы залезем прям в борт, а потом вылазим. Так, ну что, там с горем пополам, со страхом мы все-таки это сделали. Подъехали к другой лодке, просто места другого не было. И выгрузили меня. Вот я сейчас иду на пирс оформляться. Серый, жопу меньше, меньше жопу. Все, прошел, уходи. Ну что, народ, мы прошли весь сейчас чекин. У нас все в порядке. Мы выдвигаемся из челонга. И идем уже в Марину Яхт Хевен. То есть, все у нас пока получается успешно. Наша дорога в Марину Яхт Хевен. Нам подтвердили весь заход. И вот у нас тут, хочу сказать, что Кипара вообще молодец. Сделал все вообще красавчик. И подход, и отход. Вот я не мог это все снимать, потому что нужно было помогать, нужно было этим заниматься. Плюс давать кучу информации в Марину, куда мы идем. Ну, в общем, куча дела. Просто не снял, поэтому понять, простить. Кипара у нас молодец. Здорово, перцы. Сейчас мне из Марины Яхт Хевен прислали тут сообщение. В них показана локация, где мы будем стоять. Нас пирс J18. J18. J... J... J18, вот. В общем, очень удобно по WhatsApp. Я с ними обо всем договорился. Они запросили, какая лодка. Ну, в общем, обычные характеристики. Единственное, что пришлось прислать им все по e-mail, потому что без этого они никак не хотели лодку ставить. Спереди этот небольшой архипелаг островов, очень красивый. Мы, правда, туда не идем. Мы перед ним поворачиваем налево. У нас, как обычно, не без приколов. Мы сейчас подходим к Марине. И, внимание, у нас отказала гидромашина. Может быть. Может быть, ты что-то крулишь со всей силой. Я предпоряюсь. Он, трендит, на самом деле, у нас отказала машина полностью гидравлическая. Поэтому лодка будет в Марину заходить только на рычагах. Никак иначе. Сейчас Сергей рулит просто ручками газа, потому что рулевая машина, ну, вообще уже все, не работает полностью. Очень-очень узко. Это, надеюсь, мы прошли уже? Да, это мы прошли. И вот здесь еще западло в том, что куча ловушек, которые находятся на воде, рыбакилует рыбу. У нас здесь глубина 5 метров. И 5 метров очень много и очень долго. Яфт Хевен Марина, Яфт Хевен Марина, Моторвесел Фантом Холин. А вот здесь вот очень известная мель. Видите, там лодка валяется. Так это он вот ее только что засадил сюда по всему, потому что свеженькая, прямо вот ждет прилив. Да, только-только засадил. Свежак! Отлично, серый, отлично. Так и есть. Немножечко левый сюда. Да, супер. Серый, все низко, делай, все отлично, идешь. Левым больше, левым больше чуть-чуть. Все, ты идешь хорошо. Идешь хорошо. Ничего. Еще чуть-чуть правым назад. Отлично, топ, иди ровно, иди ровно. Серый, все хорошо, не делай ничего. Механик, кидай ему. Серый, кидай, кидай. Быстрее. Быстрее. Правым немножко назад. Нет, давай-давай. Да, да, хорошо, супер. Еще. Все, супер, супер, супер. Отлично. Три метра. Назад. Назад правым. Я скажу, когда тормозить, не тормозить. Назад правым. Три метра. Три, два метра. Левым мотором назад. Еще чуть-чуть. Приготовься, тормози. Тормози. Все, остановка. А теперь, кто это сделал? Ты доволен? Это при том, что ничего не работает в этой лодке. Подруль не работал. Ничего не работает. Одно перо руля просто сломано, второе не крутится. Подруль перестал работать полдня назад. Редуктора гремят. Винт, когда идешь назад, плохо работает, потому что сломано перо руля. Они тут огромные, винты огромные. Я считаю, что зашли мы просто идеально. Ну что, вот мы и стали в Марине. Ну что, народ, вот и подошел к концу наш перегон лодки. Мы стоим сейчас в Марине на Пхукете Яхт Хевен. И данный проект завершен. Это, наверное, был один из самых технически сложных переходов, потому что у лодки не работало все. И отказы были достаточно критичные в той или иной мере. Даже если это не были прямо именно поломки, то мелочи, которые заставляли сложно рулить, постоянно чинить лодку, постоянно что придумывать с топливом, это, конечно, было просто невыносимо. Но, тем не менее, мы уже на Пхукете. И у нас вот утро очередного дня. И я сейчас покупаю билеты на самолет, лечу в Панаму. И дальше у нас будет подготовка к переходу Тихого океана. И, собственно, наш переход уже во Французскую Полинезию. Очень много интересного, офшор. Мы купили Старлинг. Я надеюсь, он будет работать в океане. И, возможно, мы сделаем с вами какие-нибудь стримы по приколу. Там, где нету ничего вокруг. Поэтому не забываем подписываться на канал, ставьте лайки. И жду комментариев по поводу, собственно, вот этого приключения, который у нас случился. И, собственно, и хотел еще сказать спасибо команде, которая осуществила данный переход и сделала его возможным. Все, друзья. Пока. До встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok